Вы хотите купить мебель, но не знаете с чего начать? Как же сделать так, чтобы в вашем доме было уютно и комфортно? Старый кухонный гарнитур не радует и требует обновления. Надоело, что не хватает места в шкафу или гардеробной и хотите решить эту проблему? Я Никита Криволапов, дам свои рекомендации в программе «Мебельный вопрос». Всем здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Мебельный вопрос» и сегодня мы с нашим постоянным экспертом по мебельным решениям Никитой Криволаповым пригласили в гости в студию дизайнеров интерьера и дизайнера мебели. Здравствуйте, девочки! Очаровательные, красивые. Скажите, пожалуйста, девчата, вот зачем вообще нужен дизайнер интерьера? Вот для меня всегда это кажется, что это человек, который берет баснословные гонорары и ничего не делает. Давайте опровергать. Дизайнер интерьера в первую очередь, мне кажется, экономит деньги клиента. Экономит деньги? Конечно, все сталкивались с ремонтом. В процессе ремонта, так или иначе, нужно перенести какую-то стену, передвинуть сантехнику, изменить раскладку плитки. Это влечет дополнительные расходы. Дизайнер помогает предусмотреть все эти расходы. Он в первую очередь проектировщик, он готовит проекты, где все это учтено. Аделья Форошова и Евгения Донскова. Дизайнеры интерьера с практическим опытом более 10 лет. Успешно реализуют проекты жилых пространств в городе Самара и ведут проекты удаленно. Любят посещать профильные конференции и выставки в Милане и Москве. Приверженцы постоянного развития в профессиональной сфере. Основные ценности – семья и развитие. Конечная цель деятельности – благотворительные проекты для детских домов, домов престарелых и домов инвалидов. Дизайнер поможет вам сделать расстановку мебели, электрических приборов, розеток, санузлов. К последствии посчитать площадь необходимых материалов. И, конечно же, сделать расстановку мебели, которая впоследствии поможет изготовить качественную мебель без ошибок. Кистанова Юлия. Дизайнер мебели с 2007 года. В начале карьеры более 4 лет проработала в салоне итальянской и австрийской мебели. На данный момент – 1850 реализованных проектов. Значит, Сергей, я с ними, в принципе, соглашусь, что с дизайнерами интерьера и дизайнерами мебели. То есть, насколько качественно, грамотно они сделают свой проект, нарисуют, все рассчитают, замеряют. По-моему, это изначально от вас идет, да? Вот. Тем качественнее будет ремонт и, соответственно, мебель. И будет все без ошибок. Расскажите вообще, с чего нужно начинать выбор своего дизайнера интерьера, дизайнера мебели. Вот я на вас смотрю, вы все такие красивые, очаровательные, веселые. Вот хочу вас втроем забрать. Ну, как вообще мне разобраться, кто мне нужен? Сергей, вы сначала должны ориентироваться на то, как вам человек относится. Прекрасно вы относитесь все, понимаете? По симпатиям. По симпатиям. По симпатиям, во-первых. Во-вторых, вы должны ознакомиться с его портфолио, узнать, есть ли у человека образование. Образование необходимо? Обязательно необходимо образование. Узнать, какой у него ценник. И коллеги сейчас дополняют меня. Можете выбрать тест-режим, взять консультацию дизайнера интерьера. Заказывать не полный проект, а просто пообщаться. Двухчасовые разговоры вам, в принципе, хватит. Во-первых, я соглашусь, что портфолио очень важно у дизайнера. Плюс нужно официально оформить отношения с клиентом. Договорные отношения должны быть. А как по срокам? На сроки нужно, конечно же, обращать внимание. Это все должно быть прописано в договоре. Ну, Сергей, я соглашусь с нашими дизайнерами. То есть для меня важно это, наверное, вот мне понравился тестовый режим. Для меня важно, чтобы это все было официально, заключение договора, да. Ну и портфолио, да, посмотреть, пощупать. Посмотреть, пощупать, мне это нравится. На самом деле, уважаемые телезрители, а у нас сегодня в гостях дизайнеры интерьера, дизайнеры мебели. И сегодня мы с вами говорим в сезон ремонта, вообще, как сделать свое жилище прекрасным. Девушки, из чего состоит бюджет ремонта? Бюджет ремонта состоит отчасти из дизайн-проекта, но только 5% от стоимости всего бюджета занимает дизайн-проект. Пока мы проектируем, у нас есть такая графа бюджетирования проекта. Во время бюджетирования мы помогаем клиенту распределить, расставить приоритеты. Распределить приоритеты по кухне, по мебели, по зонам хранения, на что больше потратить. И по опыту мебель именно составляет большую часть бюджета ремонта, около 40-60% закладывайте обязательно на нее. А как вот вы с мебелью взаимодействуете? Лучше работать с мебелью, которую покупать в салоне, либо с производителем мебели? Все индивидуально, но мы отдаем в большинстве случаев по текущим проектам предпочтение производителям, потому что масса индивидуальных решений, запрос от заказчиков, поэтому мы именно с производителями сейчас взаимодействуем более активно, чем с салонами. Я как дизайнер мебели хочу проговорить про бюджет, который нужно заказывать на кухню. Больше 50% обычно стоят столешницы. Есть варианты некоторые этих столешниц, от самого экономного до самого дорогого. Это кварцевый композит. И совсем недавно дизайнеры стали использовать керамогранит, который идет обычный на поле или настенный. Мы его устанавливаем на основу, и это позволяет нам сделать высококачественную столешницу за небольшие деньги. Видишь, Сергей, все-таки как нам нужны дизайнеры. Они не просто нам экономят деньги, но они еще и рассказывают, как их потратить. Да, мне бы еще понять, что такое столешница. И также мы рекомендуем проверенных пустыщиков, тем самым тоже экономим время и соответственный бюджет. Ну, то есть, обращаясь к дизайнеру, я понимаю, то есть мы получаем проект под ключ. Такая картинка, да, вот 3D, наверное, какая-то, визуализация, где я могу посмотреть свою комнату на этой, да, 3D-картинке. Да вы что, да, и цвета, цветовая гамма, где мне будет стоять этот стол, где будет стоять этот стол. Девчата, вот личный вопрос, я всегда сталкиваюсь с тем моментом, что моя голова сшибает люстры. Дизайнер мне вообще в этом может помочь, нет? Этим вопросом занимается наука эргономика. Мы, когда проектируем мебель или шкафы, мы всегда учитываем параметры клиента, чтобы мебель полностью соответствовала вашим требованиям. Также на первой встрече мы уточняем данные вопросы при заполнении технического задания, дизайн-проекта, и обязательно спрашиваем рост, вес, все параметры всех членов семьи. А вот тебе, как эксперту по мебельным решениям, в чем нужны дизайнеры? Они нам очень нужны, они экономят нам время, все затраты, полностью делают визуализацию всего проекта, подбирают весь материал и грамотно подбирают мебель по стилю. Уважаемые дизайнеры интерьера, дизайнеры мебели, давайте сейчас для наших телезрителей полезные лайфхаки. Готовы? Да. Первое, с чего бы хотелось начать, это по подбору. Мы начинаем с напольного покрытия, далее мы подбираем мебель, именно мебель, и далее мы переходим к отделочным материалам стен и потолка. Обусловлено это тем, что мебель легче подбирать к стенам, но не наоборот. То есть, если мы выберем акцентные радужные обои, к ним будет подобрать мебель крайне сложно. Я, как дизайнер мебели, хочу поделиться таким лайфхаком. В основном, кухни ставятся на ножках, и пространство под цоколем пропадает. Я рекомендую туда устанавливать выдвижные ящики и использовать это место для хранения. По расположению кухни мы располагаем ее по рабочему треугольнику. Работаем по схеме сначала холодильник, потом раковина располагается, потом располагается варочная поверхность. Круто. Круто? Да. Ну что, берем троих дизайнеров интерьера? Спасибо вам огромное, что сегодня были у нас в гостях. Спасибо, что развеяли многие мифы. Спасибо еще раз вам, Никит. Слова благодарности от тебя. Я очень рад, что мы сегодня с вами познакомились, поговорили. Да, очень много полезного я узнал. Я думаю, может быть, и что-то вы узнали тоже. И наши уважаемые телезрители. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Это была программа «Мебельный вопрос». А мы с вами увидимся на следующей неделе. Пока-пока! У-у-у! Субтитры создавал DimaTorzok